Шокирующие подробности трехлетнего заточения в селе Асса Жамбылской области рассказала в эксклюзивном интервью нашему телеканалу 36-летняя жительница Алматинской области. Из-за угроз со стороны обидчика она попросила не раскрывать ее персональные данные, но в деталях рассказала, как некий предприниматель насильно удерживал ее в рабстве, периодически насилуя, избивая и эксплуатируя. Рассказать о своих злоключениях женщина решилась лишь после того, как ей удалось вырваться на свободу. Все подробности у Аян Рафина Рикбаевой. 36-летняя Токжан со слезами на глазах вспоминает те адские три года. Говорит, что поехала в Жамбылскую область на заработки. В селе Асса женщине предложили работу с сиделкой за хорошую зарплату. То, что происходило после, больше напоминает сценарий триллера. По словам Токжан, некий предприниматель держал ее в заточении, периодически насиловал и жестоко избивал. При этом под угрозой расправы заставлял выполнять всю грязную работу. Нередко, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он делал со мной все, что хотел. Он заставлял меня тоже употреблять какие-то вещества. И когда я была в нетрезвом состоянии, всячески измывался надо мной, принуждал к действиям сексуального характера и все это снимал на камеру. Мы одни жили в доме. Некого было звать на помощь. Токжан заверяет, что ее насил 51-летний сожитель по имени Бакджан. Он же якобы нанес ей тяжелую травму в области грудной клетки, из-за чего она попала в больницу и перенесла тяжелейшую операцию. Я хотела уехать, найти работу, но он не отпускал. Говорил, что мы официально зарегистрируем брак. Сказал, что он состоятельный, поможет мне. Даже если я попытаюсь обратиться в правоохранительные органы, все равно дело закроют. А я сирота, мне некуда было идти. Я надеялась, что у нас все сложится, поэтому терпела его побои и выходки. Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы связались с тем самым Бакджаном. Но мужчина все обвинения отвергает. При этом не отрицает, что он сожительствовал в Столжан. Мужчина уверяет, что зарплату за услугу сиделки он ей выплатил в полном объеме. Зачем мне ее избивать? Она мне никто. Все в ауле знают, какой я человек. Она сама набрасывалась с ножом. Я заподозрил у нее психическое расстройство. Я сам человек с инвалидностью. Она сама ранее употребляла наркотики. Кто ей угрожал? Никто ее не удерживал. У меня есть три жены. Можете у них спросить, зачем мне ее насильно заставлять? После очередных побоев Токжан якобы обращалась с заявлением в правоохранительные органы. В региональном департаменте полиции этот факт подтвердили и заявили, что дело не возбуждалось из-за примирения сторон. Касательно приложенного видео, на котором со слов женщины и ее сожители якобы готовят наркотические средства для личного употребления, осуществляется ряд проверок на установление достоверности информации. Тем временем Токжан уже обратилась за помощью к независимому адвокату. По словам Баужана Ракимжанова, в этой ситуации необходимо разбираться поэтапно и начать с медицинского освидетельствования побоев. Здесь формально можем говорить о наличии как минимум четырех уголовных правонарушений. Это истязание, то есть систематическое нанесение психических и физических страданий в причине в виде их побоев систематических, а также изнасилование по 120-й. Кроме этого, мы говорим о склонении к потреблению наркотических средств. Токжан в ближайшее время намерена написать заявление в полицию и прокуратуру с требованием привлечь теперь уже бывшего сожителя к уголовной ответственности. Айин Рафина Рикпаева, Ялкунжан Ашимжанов, Скандарханбек, Токузбаев, телеканал Алматы.